Прелюбодеяние – еще один тяжкий грех Прелюбодеяние принадлежит к числу наиболее вредоносных пороков, поскольку противоречит утвержденным принципам сохранения принадлежности детей к роду их отца, оберегания лон и защиты чести, а также исключения всего, что порождает лютую вражду и ненависть между людьми Ведь каждый прелюбодей портит чью-то жену, дочь, сестру или мать, а это – путь к разрушению мира Поэтому это преступление следует в своей тяжести за убийством Именно поэтому Всевышний Аллах упоминает эти преступления вместе в своей книге, и мы находим подобные упоминания в сунне посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует Имам Ахмад сказал, не знаю я после убийства преступление более тяжкого, чем прелюбодеяние Всевышний Аллах сказал, подтверждая запретность прелюбодеяния Они исповедуют единобожие и не взывают помимо Аллаха к другим богам, не убивают людей вопреки запрету Аллаха, не имея на это права, и не прелюбодействуют А делающий это будет подвергнут наказанию Его мучения будут приумножены в день воскресения, и он навечно останется в них униженным Исключением будут те, которые раскаялись Сура развлечения, аяты 68-70 Прелюбодеяние упоминается вместе с предаванием Аллаху сотоварищей, ширк, и убийством А наказание за его совершение, вечные приумноженные муки, если только раб Аллаха не избавит себя от этого путем покаяния, веры и благих деяний Всевышний Аллах сказал Не приближайтесь к прелюбодеянию и всему, что способствует его совершению, ибо оно является мерзостью и скверным путем Сура ночное путешествие, аят 32 Вот как толкуется этот аят в одном из тавсиров И не приближайтесь к прелюбодеянию и всему, что может привести к нему, дабы не дойти вам до совершения его Поистине, это крайне отвратительное деяние и очень скверный путь Тафсир Муясар Так Всевышний сообщил, что деяние это мерзко само по себе Оно столь отвратительно, что отвращение к прелюбодеянию закрепилось в сознании людей и даже некоторых животных Аль-Бухари приводит в своем сборнике сообщения Амра ибн Маймуна Алявди Во времена невежества я видел, как две обезьяны совершили прелюбодеяние, а другие обезьяны собрались вокруг них и забросали их камнями до смерти Передал Аль-Бухари Далее Всевышний Аллах сообщил о том, что прелюбодеяние скверный путь Это путь погибели, несчастья и нужды в этом мире и наказания, позора и мучений в мире вечном А поскольку вступление в половую близость с женой отца относится к наиболее отвратительным разновидностям прелюбодеяния То Всевышний осудил это деяние особо Поистине это мерзкий и ненавистный поступок и скверный путь Сура женщины, аят 22 Всевышний Аллах связал преуспеяние человека с обереганием половых органов А без этого нет ему дороги к преуспеянию Поистине преуспели верующие, которые отворачиваются от всего праздного Которые выплачивают закят Которые во избежание запретного оберегают свои половые органы от всех Кроме своих жен или невольниц, которыми овладели их десницы За что они не заслуживают порицания Тогда как желающие сверх этого являются приступающими, установленные Аллахом ограничения Сура верующие, аяты 1, 7 Вот как толкуются эти аяты в одном из тавсиров Преуспели уверовавшие в Аллаха и его посланника, мир ему и благословение Аллаха Поступающие согласно его шариату Качеством которых относится то, что они смиренны в своих молитвах Освобождая для нее сердца свои и подчиняя ей органы тел своих Они оставляют все слова и дела, в которых нет блага Они очищают души свои и имущество свое Выплачивая разные виды закята Они оберегают чресла свои от того, что запретил Аллах Будь то прелюбодеяние, мужеложство или иная мерзость Кроме как от супруг своих и невольниц, которыми овладели их десницы И за это они не заслуживают порицания, ибо нет ничего предосудительного в близости с ними И наслаждении ими Ведь Всевышний Аллах сделал их дозволенными А тот, кто стремится близости не с женой и не с наложницей Тот стремится к запретному вместо дозволенного И навлекает на себя кару Аллаха и гнев его Тафсир Муясар В аятах содержится три утверждения Тот, кто не оберегает свои половые органы от запретного Не относится к числу преуспевших Он относится к числу заслуживающих порицания и преступников Прелюбодея лишается преуспеяния Заслуживает называться преступником Заслуживает порицания А страдания, которые испытывает обладатель разбитого сердца Намного менее серьезны, чем это Похожий случай Всевышний Аллах упрекнул человека за его неустойчивую, непостоянную натуру Не способную стерпеть ни радость, ни горе Когда к человеку приходит благо, он начинает удерживать его и проявлять скупость А если к нему приходит зло, он не проявляет терпение За исключением спасенных, среди которых он упомянул и тех Которые во избежание запретного оберегают свои половые органы от всех Кроме своих жен и невольниц, которыми овладели их десницы За что они не заслуживают порицания Тогда как желающие сверх этого являются преступающими, установленные Аллахом ограничения Всевышний Аллах повелел своему пророку, мир ему и благословение Аллаха Передать верующим веление опускать взор и оберегать свои половые органы от запретного И сообщить им, что он видит все их деяния Он знает о предательском взгляде и о том, что сокрыто в груди Сура прощающий, аят девятнадцатый Поскольку все начинается со взгляда Потупление взоров упомянуто прежде оберегания половых органов от запретного Прелюбодеяние начинается со взгляда подобно тому, как огромное пламя возгорается от маленьких искр Сначала взгляд, потом мысль, потом шаг, потом грех Поэтому и было сказано, что контролирующие четыре вещи сбережет свою религию Это взоры, мысли, слова и шаги Рабу Аллаха следует быть для самого себя привратником у этих четырех дверей И стоять у этих границ, охраняя их Ибо именно отсюда входит к нему враг и разрушается все и вся Чаще всего ослушивание подбирается к рабу Аллаха через эти четыре двери О каждой из которых мы упомянем отдельно Взгляд — путь к прелюбодеянию Взгляд — проводник страсти и посланец ее И оберегание взгляда от запретного — основа оберегания от запретного половых органов А предоставивший свободу взгляду своему, навлекает на себя погибель Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал Пусть за одним взглядом не следует другой Ибо первый дозволен тебе, поскольку был случайным А второй, умышленный, уже нет Передали Абу Дауд от Тирмизи И посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал Потупляйте взоры и оберегайте половые органы от запретного Передали Ахмад, ибо на бедунья И посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал Остерегайтесь сидеть у дороги Люди сказали, а как же наше собрание? Нам ведь не обойтись без них Он сказал, если уж вам так необходимо делать это То соблюдайте право дороги Они спросили, а что это за право? Он ответил, потуплять взор, не причинять беспокойства прохожим И отвечать на приветствие Передали Аль-Бухари муслим То есть, человек хотел сказать В этих местах мы разговариваем о мирском И о том, что связано с религией Например, советуемся друг с другом И вместе повторяем полезное знание Общаемся, ведем деловые отношения И миримся Миркат Пророк же, мир ему и благословение Аллаха Имел в виду, то есть, собирайтесь в этих местах Проводя в них ровно столько времени Сколько вам действительно необходимо И при этом соблюдайте следующие правила По словам Аннаови Сюда относится воздержание от злословия Скверных подозрений Уничижительного отношения к некоторым проходящим Сужение дороги Сюда же относится тот случай Когда сидящие у дороги Из тех, перед кем люди рабеют И кого боятся И потому отказываются ходить по своим делам По этой дороге они проходить опасаются А другого пути нет Со взгляда начинаются многие беды Постигающие человека Взгляд порождает внезапную мысль Которая порождает мысль закрепившуюся, настойчивую Эта мысль порождает страсть А страсть порождает желание Которое в конце концов превращается В решительное намерение Результатом которого неизбежно Становится действие Если не возникнет никаких препятствий Поэтому и говорят, что терпеть потупляя взор Легче, чем терпеть боль из-за последствий Отказа от потупления взора И поэтому поэт сказал Все события начинаются со взгляда И чаще всего от маленькой искры Разгорается пламя И сколько взглядов стало в сердце его обладателя Как стрела, поставленная между луком и тетевой Пока человек не утратит зрение Будет он смотреть на красавец Себя подвергая опасности Радует глаз его то, что вредит душе его Отринь же веселье, которое вред причиняет К бедам, которые приносят взор Относятся и печаль, и тяжкие вздохи Которые он приносит Так что раб Аллаха Чувствует себя не в силах обрести то, на что смотрит И не в силах вытерпеть его отсутствие Это одна из величайших разновидностей страдания Видеть то, от чего ты не в силах отказаться И отсутствие даже части чего ты не в силах вытерпеть И при этом не иметь возможности обрести это Поэт сказал Когда посланцем взор ты сделал свой Тебя увиденное быстро утомило Ты понял, все не сможешь взять с собой Но и отчасти отказаться ты не в силах Человек смотрит и смотрит Пока не сваливается в предсмертных муках О смотрящий Ты взор свой не смог удержать Пока не упал Из-за взглядов сраженной Удивительно Взгляд стрела Которая не достигает того На кого он обращен до тех пор Пока не займет место в сердце смотрящего У меня есть такие стихи О тот, кто стрелы взоров посылает старательно Сам ты погибнешь от них А они не достигнут цели Взор посылаешь ты Для себя исцеление взыскуя Посланца ты удержи Дабы гибель тебе не принес он Остается только удивляться Эти взгляды ранят сердце раз за разом Но боль, причиняемая этими ранами Не способна удержать человека от того Чтобы обращать свой взор На предмет искушения Снова и снова Ты смотрел и смотрел и смотрел без конца Вслед красавице, вслед прекрасному Думал ты, вот лекарство для ран моих Нет, не лекарство А раны все больше и больше Глаза свои ты измучил слезами и взглядами И сердце твое словно агнец Многократно зарезанный Недаром говорят, что удержать взор легче Чем потом постоянно сожалеть и печалиться Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok